Промышленный район один из самых больших в Самаре. Здесь проживают 230 тысяч человек. На встречу с Николаем Ркушкиным пришли неравнодушные самарцы, которых интересует развитие области. Впервые за последние 20 лет построены новые школы. 1 сентября открылись учебные заведения в микрорайонах Волгарь и Кошелевпроект. Зимой учеников примет школа на 1500 мест в микрорайоне Южный город. В регионе стремительно выросли и темпы строительства жилья. По этому показателю в прошлом году Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе. Но в прошлом году построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в Татарстане на душу населения. У нас самое дешевое жилье в ПФО. Вот сейчас по последней статистике самое дешевое. Оно 22 года было самым дорогим. Позитивные перемены есть и в промышленном районе Самары. Так незадолго до встречи в Юнгородке открылся физкультурно-спортивный комплекс «Маяк». А чуть раньше Николай Меркушкин дал символический старт работе нового завода по производству соков. Еще одна тема – развитие спортивной инфраструктуры. За 4 года построено 11 бассейнов, 14 ледовых арен и 24 физкультурно-оздоровительных комплекса. Жители замечают позитивные изменения. Я всю жизнь проработала в детском саду воспитателем. И хочу вам сказать, вот лично вам, огромное спасибо за то, как сейчас вы начинаете заботиться о наших детях, о том, чтобы они занимались спортом. На встрече жители говорили о необходимости открыть новый спортзал в медико-техническом лицее. У меня ребенок учится в медико-техническом лицее. Но вы знаете, очень обидно. Все сейчас говорят, чемпионат мира по футболу, спорт, спорт. Но, представляете, у нас в лицее нет спортзала. С 5 класса по 11 нет урока физкультуры. Николай Меркушкин ответил, что об этой проблеме уже известно. И в бюджете следующего года предусмотрен первый транш на строительство спортзала. Николай Меркушкин подчеркивает, дальнейшее развитие области во многом будет зависеть от жителей. Чем выше будет явка на выборах 18 сентября, тем больше у региона шансов получить представительство депутатов в Государственной Думе, которые будут лоббировать интересы области на федеральном уровне. Лариса Шлафаст, События.